Итак, когда мы готовимся понять эти отрывки Писания из Исаии о других народах, очень важно понимать также духовные аспекты этих народов. И мы увидели уже, как Бог дал Даниилу откровения о духовных властях, начальствах. И Бог хочет, чтобы мы поняли истину, чтобы у нас потом была мудрость и победа. И прежде чем посмотреть на суды над народами, мы еще откроем книгу судей. Третья глава судей. И мы знаем, что Иисус Навин завоевал эту обетованную землю. И он поразил те народы, которые жили в земле. И теперь вы смотрите на суде третью главу, первый стих. Мы видим, что Господь оставил некоторые народы. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян. И хотя израильтяне победили народы, и они овладели землей, Бог все же оставляет некоторые народы по определенной причине. И вот эта причина. Для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. Поэтому были израильтяне первого поколения, которые прошли через войну. Допустим, те, как мы, например, мы не прошли через ту войну. Он оставляет те народы для того, чтобы испытывать нас. Чтобы мы знали, чтобы мы научились воевать. Что же это значит вообще? Так же, как были там духовные власти над теми народами. Власти и начальства, которые правили. То эти духовные власти и начальства все так же существуют. И они все еще существуют для того, чтобы мы научились в духовной войне. И посмотрите, кого он оставил. Какие народы. Пять владельцев филистимских, всех Ананеей, Сидоняне и Евеи, живущие на горе Ливане. И так далее, и так далее, и так далее. А кто такие филистимляне в наше время? Это палестинецы. Это тот же корень. И все еще в наши дни мы боремся против палестинцев. И вы видите, что у этих народов есть корни эти. И еще один ключевой момент в четвертом стихе. Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их через Моисея. И поэтому, как мы видим, эти оставшиеся народы, которые испытывают в настоящее время физический Израиль, они также испытывают нашу духовную власть. Испытает наше послушание. И Бог хочет знать, будем мы или не будем слушаться Его заповедей. И как во 2 Коринфянам сказано, что Он накажет всякое непослушание. И те, у которых есть вера, должны быть послушны, прежде чем Бог даст нам победу. Это такой небольшой исторический обзор на той духовной войны, в которой мы сражаемся. Поскольку существуют настоящие духовные власти, начальства под Небесным. И они все еще будут править и господствовать, если мы живем в непослушании. Но, допустим, например, мы приходим, мы уверовали, и мы живем в послушании. Это не означает, что окружающий нас мир будет жить также в послушании. Но на нас возложена очень важная функция. Особенно на тех, кто является лидером. И те, которые хотят двигаться в пророческом. И ключ к этому очень важен, мы увидим в Иеремии 1 главе. Давайте быстро посмотрим. Я пытаюсь ваши корни глубже пустить. Призвание Бога к Иеремии в 1 главе 10 стихе. Смотри, я поставил тебя все день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Поэтому, когда Он ставит нас над народами и над царствами, Он ставит нас над духовными властями и начальствами. И такая власть есть у нас, как у детей Бога. Также это наша власть в качестве ходатай в молитве. Когда мы молимся, ходатайствуем за народы и также свое общество, мы применяем власть свою. И какая есть власть у нас? В частности, для того, чтобы искоренять и разорять, губить, разрушать и потом созидать и насаждать. Что значит искоренять и разорять? Как мы уже читали о 2 Коринфянам, разрушать твердыни. И искоренять корни тьмы, сил тьмы. Если мы не искореним корень, то проблема все будет существовать еще. Поэтому нужно разбираться с проблемой в ее корне. И духовную проблему также надо с ней разбираться в корне. И не только искоренять, разорять, но полностью уничтожить, разрушить. И только после этого искоренения, разрушения мы сможем созидать, строить, насаждать. Иначе то, что мы построим, оно будет на таком крепком основании. Поэтому многие не понимают, почему Бог в самом начале еще решил уничтожить все народы. Потому что если мы оставляем проблему, она будет ухудшаться и распространяться. Потому что она просто размножается и становится еще больше. Такая проблема есть и в наше время. Мы можем поклоняться Богу, молиться Богу, славить Бога, принимать Мессию. И у нас происходит какой-то крах в том, чтобы искоренять проблему и вести духовную войну. И у Бога есть план не только для Израиля, для народов, но также, в частности, для Одессы. И если мы будем делать нашу часть, и увидеть, что Господь построил в Одессе, мы должны понимать основу проблем и бороться в духовном борьбе. И поэтому, для того, чтобы... Скажите это еще раз. Для того, чтобы приобрести победу в Одессе, нужно понимать корни духовных проблем, и мы сможем принимать участие в этой духовной битве, прежде чем начать строить и наслаждать то, что хочет Бог. Потому что Бог хочет умножить тех народ, свой народ, который поклоняется Ему. И у Бога есть миссия создать что-то большое здесь. И у нас возложена важная функция принимать участие в духовной битве. А теперь мы готовы к тому, чтобы рассмотреть, что же Исаия говорит о других народах. Снова возвращаемся к 13 главе Исаии. Одиннадцатый стих. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их. Положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей. И Бога был план не только против физического Вавилона, также против духовных властей над Вавилоном. Потому что Вавилон — это символ чего-то. Вавилон — это символ мировой эпидемии культуры и религии. И Бог использовал Вавилон для наказания Израиля. И также Он использовал духовных властей Вавилона для наказания народа. Зачем Ему это надо было делать? Потому что мы оставили Его. И еще некоторые символы, что олицетворяет Вавилон. Вавилон — это олицетворение лжерелигии. И лжебогов. Так же, как и наши. Знаете ли вы, что такое Вавилон? Ирак — это Вавилон. Где находится место древнего Вавилона? Это Ирак. И все мы знаем, что Ирак также становится причиной проблем всего мира. Потому что за Ираком стоят также духовные власти. И во времена Писания, во времена Библейские, В начале Вавилон был частью Ассирийского царства. И затем Вавилон стал самым значительным городом Ассирии. И в конце концов, Вавилон поражает Ассирию и забирает все себе. И Вавилон — это олицетворение духовной силы и мощи. И Вавилон — это олицетворение экономической силы. С другой стороны, мы увидим очень большое противопоставление между Вавилоном и Египтом. Поскольку Египт — это первый народ, в котором Израиль был в рабстве. Затем Вавилон — это второй народ, вторая страна, в которой Израиль был в рабстве. И все же существует разница духовная между Египтом и Вавилоном. Поскольку Египет был силен в искусстве, математике и науках. А с другой стороны, Вавилону было все равно, что там за искусство, науки, математика. Поскольку Вавилон только заботился об одном — силы ради силы, ради силы. Власть ради власти. Или успех ради успеха. Они не были очень сострадательным народом. Правление железным кулаком. Поэтому Вавилон — это духовный суд над всеми народами. И затем в 19 стихе, что Бог говорит о Вавилоне. И Вавилон, краса царства, гордость халдеев, будет провержен Богом, как Содом и Гомора. Как вы видите, гордость халдеев, краса. Халдеи — народ, живший в Ассирии и Вавилоне. Вот почему я сказал, что Вавилон — это как эпидемия мировой культуры, поскольку он стал короной, жемчужиной мировой культуры, религии. И в 14 стихе Бог продолжает. И что же Бог говорит о Вавилоне в сравнении с Израилем. В первом стихе «Помилует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля, поселит их на земле их». И присоединятся к ним иноземцы и прилепятся к дому Иакова. Поэтому Божий план в том, чтобы израильский народ был установлен, утвержден, чтобы был силен, так что потом другие народы приходили и поклонялись Богу, Израиле. И вот еще одна деталь в отношении Иакова. Когда Бог использует слово «Яков», Он имеет в виду что-то очень особенное. И мы знаем, что имя Иакова было изменено на имя Израиль. Когда Бог говорит о Иакове, Он говорит о Своем народе Завета. И поверите ли вы, что раввины по-другому толкуют Иакова? Они смотрят на Иакова как простой народ, который недостоин искупления. С другой стороны, Израиль — это мирный народ, который сможет приобрести избавление, получит все преимущества избавления. Поэтому в этом проблема есть. Вот поэтому ортодоксальные верят, что своими делами они смогут получить искупление. Если ты не делаешь дела, не творишь дела, тогда ты не будешь избавлен. Также они видят, что есть два разных вида избавления. С одной стороны, это естественное искупление от физического Вавилона. И они видели, что Израиль уже был избавлен от Вавилона. И затем они видят второе искупление. Именно тогда приходит Мессия и начинает править. Поэтому, с одной стороны, они видят, что не будет еще какого-то искупления до времени пришествия Мессии. И многие также верят, что Мессия — это то, когда вы исполняете религиозные дела, религиозные ритуалы. То есть, что это значит, чем больше людей будут исполнять, делать, творить хорошие дела, тем быстрее придет Мессия. А некоторые верят вообще не верят в то, что придет физический Мессия, Мессия в плоти. Но они верят, что, когда будет определенное количество религиозных евреев, которые будут в постушании жить, то это станет похожим на то, как если бы пришел Мессия. Поэтому существуют различные интерпретации, даже среди раввинов. Но реальность в том, они не знают истину, поскольку они не знают Мессии. Поэтому нам следует сиять светом Мессии. И затем в третьем стихе. И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей, от страха, от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского. И в этом мы можем видеть два момента. То есть, когда Мессия придет во второй раз, вот эти слова мы скажем против царя Вавилонского. А с другой стороны, есть что-то, что мы можем сказать уже сейчас. Как в шестом стихе, День Господен. И мы верим, что День Господен сегодня уже. Потому что сегодня мы верим, что Мессия пришел. Тогда вот это мы можем сказать против духовного Вавилона. И мы можем применить духовную власть над Вавилоном, о котором говорит Бог в Исаии. И когда мы провозглашаем, мы провозглашаем и говорим Слово Бога, то Он воплощает Свое Слово. Это тоже похоже на полицейского, который применяет свою власть. Он вам говорит, остановитесь, а вы не останавливаетесь, тогда Он имеет право вас отправить в тюрьму. Бог хочет, чтобы мы применяли свою власть, как Его представители. Потому что у нас есть духовная власть над этими властями и начальствами. И затем в пятом стихе Он говорит, Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык. Что значит, сокрушил жезл, скипетр? Жезл – это палка власти. Так же, когда Он говорит о Вавилоне, Вавилон была дана власть. И Бог разбил ту власть, которая была у них. То есть в духовном мире Он разрушил духовную их власть. Поражавшие народы в ярости, ударами неотвратимыми, во гневе и господствовавшие над племенами с неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. То есть Бог поразглашает тот, который правил над народами и применял свою власть, теперь уже лишился ее. И каким образом духовные власти, начальство получают свою власть? И помните, как мы говорили, когда мы начинаем верить в ложь. И когда мы позволяем лжи существовать, таким образом мы вручаем власти духовным властям, начальством. Еще такой образ мы можем найти в 12 стихе. Как упал ты с неба, Дениса, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы. И о ком он говорит? Он говорит о Люцифере. Некоторые видят в этом только царя Вавилона. И даже Раши видит в этом стихе духовного князя над Вавилоном. То есть христиане видят, что это духовная власть, духовная власть или дух Антихриста. И каким образом сатана получает свою власть? В 13 стихе. В 14 стихе. В 13 стихе. Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонне богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, и буду подобен Всевышнему. Сатана восстал против Бога и думал, что он даже больше, чем Мессия. Знаете ли вы, каким образом мы соглашаемся с сатаной? Мы поступаем так, как сказано в 1 Коринфянам 10 главе. В 2 Коринфянам 2.10 нужно все неиспровергнуть, что превозносится над познанием Мессии. Когда мы соглашаемся с сатаной, соглашаемся с тем, что противоречит слову, мы даем ему власть. И это гордость. Когда у нас есть гордость любой из сфер, таким образом мы превозносимся над познанием Бога. И мы думаем, что мы больше, чем Бог, если в нашем сердце есть гордость. И это самоправедность. И вот такие качества были у Вавилона. Помните, когда они построили Вавилонскую башню? Которая бы достигла небес башни. Что они сказали, когда они это делали? Давайте себе имя сделаем. Желание сделать себе имя. И это указывало на их гордость. Они хотели быть такими же великими, как если бы эта башня достигла небес. И что сделал Бог? Он разрушил, в ничто превратило. Всякий раз, когда у нас появляется великолепная идея, но которая превосходит познание Бога, Бог уничтожит это. И это же он говорит в 16 стихе. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе. «Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыню и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой?» И видите ли, что Бог свергнет все то, что превозносится. Что мы можем получить повышение двумя способами в мире. С одной стороны, есть те, которые сами себя продвигают. И это неправильный способ взойти наверх. Люди, которые самоправедны, которые себя превозносят, возносят и продвигают по своей воле. Но есть проблема у тех, которые сами себя продвигают. Нужно постоянно себя поддерживать в этом состоянии. И когда вы сами себя должны поддерживать, вы удерживаете Бога от того, чтобы Он вас поддерживал. И могут быть два вида успеха в мире. Во-первых, мы можем сами достичь, и затем нужно потом это поддерживать. Или мы можем позволить Богу поднять нас, чтобы Он тоже поддерживал. Как мы можем позволить Богу поддержать нас? Мы находимся... Когда мы остановимся в смиренном состоянии. Поэтому Бог превознесет смиренных, а свергнет вниз гордых. И все эти стихи против Вавилона. Это слова Божьи, которые Он говорит против духовных начальств Вавилона. И Он прозвищает Свою победу, Свой суд и Свою победу над Вавилоном. И так же Он прозвищает Свою победу над духовным Вавилоном. Давайте теперь перейдем к Моаву. Глава 15, 16 стих. Моав тоже очень важен. Пусть поживут у тебя мои изгнанные моавитяне. «Будь им покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающиеся исчезнут с земли». И утвердится престол милости, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судья, ищущий правду и стремящийся к правосудию. Поэтому, что тут можно вообще взять от Моава? Поскольку моавитяне — это потомки Лота. Помните, что Бог судил Лота за двух его дочерей. которые его напоили и совершили кровосмешение. И поэтому моавитяне — это поддельный народ Божьего народа Завета. И об этом мы поговорим после перерыва. Субтитры создавал DimaTorzok